Я приехал сюда, когда мы приехали с моими коллегами на этой стороне и на этой стороне контактной линии, в период, когда мы регистрировали более высокие количества ceasefire violations, высокие количества кавалитиков, высокие количества влияния в региональных местах, высокие количества опасностей к критической инфраструктуре и кавалитиков. Я прибыл сюда довольно-таки за короткий период времени. Я прибыл сюда за то, чтобы быть со своими коллегами как с этой стороны, так и с другой стороны, в период, когда мы фиксируем высокое количество нарушений режима прекращения огня, высокое количество жертв среди гражданского населения, высокое количество разрывов снарядов в жилых районах и повышенный уровень риска для повреждения объектной инфраструктуры, от которых зависит гражданская население. То, что я сегодня собираюсь вам сказать в ходе КЭС-конференции, оно уже будет вам не новинку, точно так же, как и нам. Мы об этом сообщаем уже более четырех лет. Но, и я буду надеяться, это ваша ответственность, как и у нас, чтобы осуществить, что эта ситуация не принесла как нормальная, даже если она повторяется на себя в день. Но вместе с этим я буду настаивать на том, что это ваша, точно так же, как и наша ответственность, не воспринимать сложившуюся ситуацию нормой, поскольку даже несмотря на то, что мы фиксируем эту ситуацию на ежедневной основе. С начала этого месяца мы фиксируем существенное увеличение количества жертв и гражданского населения по угольной стороне от ежедневной основе. По крайней мере, 20 жертв среди гражданского населения нам о них сообщили, и порядка 50% этих случаев мы уже подтвердили. Мы также зафиксировали повышенное количество вооружения в тех местах, где оно не должно находиться, и на расстоянии, из которого их можно использовать, делать тайнерские стримы из этого оружия. Мы также зафиксировали во многих местах, что стороны продолжают закладывать мины. Тех местах, где мирные жители просто проходят, либо же пересекают минию, либо же просто ведут и пытаются вести свою нормальную жизнь. Мы также видели, и, наверное, более доминантно здесь, что инфраструктура, которую цивилизм зависит от, была очень серьезно и в многих случаях. Мы также зафиксировали преимущественно как раз в данном районе, имея в виду и район Донецкой Петровальной станции, что объекты инфраструктуры, функционирование которых зависит от жизни гражданского населения, все подвергается все большим и большим повреждениям, а также угрозе сбоя в их работе. И, как я уже говорил неоднократно по данному вопросу, если стороны не изменят свои тактические подходы, если они не отведут свое вооружение, если они не разведут свои силы и средства, то ситуация не улучшится. Мы можем со своей стороны осуществлять мониторинг, и этим мы занимаемся на ежедневной основе. Мы также можем попытаться оказать содействие через линии соприкосновения. Мы можем информировать тех структур и тех лиц, которые могут посудействовать доставке необходимой помощи, либо же вызывать батареи какие-то потребности по обе стороны от линии соприкосновения. Но мы не можем прекратить боевые действия. Это могут сделать лишь в сторону. И еще раз повторюсь, до тех пор, пока стороны не изменят свои тактические подходы, до тех пор, пока они не начнут думать гражданские и поставят гражданскую логику в голове военной логике, это ужас, кошмар, который мы фиксируем на ежедневной основе, не прекратится. Тороны согласовали определенные меры. Они понимают, что необходимо сделать. Они согласовали эти меры и подписались. Поэтому вопрос не заключается в том, что необходимо сделать. Поскольку это уже черным по белому написано более чем 4 года. А вопрос заключается в том, когда же все-таки стороны выполнят то, до чего они договорились. Пытаясь указывать на виновных, пытаясь найти виноватых, пытаясь оправдать какие-то нарушения, это не способствует общему делу, благим намерениям. Нет никаких оправданий того, чтобы ставить под угрозу жизни гражданской. Будь то стрельба по тем районам, в которых они живут, либо же размещение вооружения там, где живут мирные жители. Нет никаких оправданий этого. Я приглашаю вас ознакомиться с нашими отчетами, и там в черном по белому написано, что это должно быть сделано. Мы будем в дальнейшем, в биологии со сторонами, продолжать документировать, изменят ли стороны свои подходы, направления выполнения своих обещаний. И конечно же, если мы будем фиксировать какие-то положительные подвижки на местах, мы будем об этом сообщать своих отчетов. И я призываю вас, чтобы вы взывали и обращались к лицам, которые ответственны за принятие решения, чтобы они действительно выполнили то, что они обещали. Вы можете использовать наши отчеты, вы можете использовать результаты ваших исследований или расследований и задавать им эти вопросы. Стороны утверждают, что они защищают людей. Давайте посмотрим, действительно ли они это делают. Нам известно, что стороны в силах, независимо от того, на какой стороне линии соприкосновения они находятся, что они в силах достичь ситуации, когда не будет никаких гражданских жертв. И я хочу попросить вас, чтобы вы помогли им достичь этой цели. Никаких гражданских жертв. Спасибо. Вопросы есть? Есть вопрос о России сегодня мире. Подскажите, пожалуйста, ранее заявлялось о том, что было выделено предложение о разведении силы средств из района Донецкой фильтровальной станции. Предположение было сделано недавно, но уже хотелось бы узнать, есть ли какой-то прогресс в этом году. ERE О'НИНСКИЙ СИГНАЛér О'НИНСКИЙ ГРНИКИЙ СИГНАЛЕ Наверное сделаю небольшой исторический экскурс и напомню о том, что подписанты Минской соглашения приняли рамочное решение еще в сентябре 2016 года. Стороны осознали, что в тех местах, где их позиция находится слишком близко, там будут продолжаться боевые действия, и необходимо, соответственно, увеличить межпозиционное расстояние. Они это осознали, они это вложили на бумагу, и они это подписали, необходимость разведения. И вы совершенно правы, что если не будут разведены позиции в районе ДФС, то ситуация не изменится. Но это не только позиции, которые нужно пройти от него, но и даже жесткие оружия, которые поднимаются в рамках, на каждой стороне. Но вместе с позициями нужно также отвести тяжелое вооружение, которое находится где-то подальше от этих позиций. По обе стороны от линии соприкосновения. И это очень важно знать. И не важно, сколько патрульных патрульов мы поставим в этом месте, и не много раз мы вспомнили о социальных и их обязательствах, что если они не изменят их позиции на земле, то ситуация не изменится. Но очень важный момент, который следует отметить, что несмотря на количество зеркальных патрульей, сколько бы мы их туда не отправляли в этот район, несмотря на количество наших напоминаний сторонам об их обязательствах, до тех пор, пока стороны не изменят свои подходы и практические действия на местах, до тех пор ситуация не улучшится. И как я уже упоминал ранее, любые положительные подвижки или изменения ситуации по данному вопросу будут освещены соответствующим образом в наших отчетах. И большинство из вас зависит как раз от функционирования. И так же можно узнать из сообщений в СМИ о том, что сейчас Авдеевка также страдает от перебоя с водоснабжением, что там резервы уже заканчиваются. Но, как видите, гражданское население по обе стороны от линии соприкосновения будет страдать от того, что стороны не желают отходить от ДФС. Но разве это не противоречиво, что стороны, с одной стороны, утверждают, что они якобы пытаются защищать гражданское население, а с другой стороны, они на практике ничего не делают. Это как раз является тем ярким примером того, что должно быть сделано. И если бы стороны поставили интересы гражданского населения на первое место, то ситуация, скорее всего, улучшит. Спасибо. А есть еще вопросы? Патрик Ланкастер, инопедентный журналист. Будет ОСЦЕИ be addressing или investigating the fact that two журналистs were injured last night when the commander of the DPR, Питнашка, battalion, was killed by Ukrainian forces? Мы уверены о том, что в результате этих событий. Вопрос заключался в том, будет ли ОСЦЕ расследовать случай родения двух журналистов, когда был убит командир Питашко, командир батальон. И ответ мы, конечно, знаем об этих сообщениях. Если мы сможем уточнить обстоятельства данного происшествия, мы, конечно же, осветим это в наших отчетах, а как мы это делали раньше, когда мы устанавливаем факты, они все время у нас в наших отчетах. Но специальная мониторинговая миссия не занимается расследованием, поскольку это выходит за рамки нашего мандата. В рамки нашего мандата входит процесс установления фактов. Мы установим эти факты при условии, что нам предоставят соответствующий доступ, и как только у нас появятся результаты наших наблюдений, они будут освещены в отчетах. И вы уже знаете, где читать наши отчеты на официальном сайте на трех языках английского русского комитета Украины. Спасибо. А есть все? Да, есть. Донецкая господинская власть и Наталья. Скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то предложения по снижению напряженности в районе ЗФРС? Возможно, вы уже с кем-то встречались и предложили свое видение, каким образом снизить напряжение в данном районе. Конечно же, мы общаемся сюда со сторонами. Как я уже утверждал ранее, стороны знают, что необходимо делать. Как они уже подписали соответствующие договоренности, в которых прописаны необходимые меры для того, чтобы содействовать стабилизации ситуации в районе ЗФРС, точно так же, как и в любом другом месте в Турлине. И, как я уже говорил в ответе на вопрос вашего коллеги с другой стороны, вместо того, чтобы пытаться найти взаимными обвинениями, стороны должны поставить на первое место интересы и тревоги гражданского населения, учитывать их и, соответственно, принимать необходимые места. Одно одно остается стопроцентным. Если фильтровальная станция станет боевой мишенью, это никому не поможет. Но все же вы говорите о каком-то большом на промежутке времени. Если говорить о последних событиях, за последнюю неделю ситуация в районе ЗФРС усложнилась. Вот сегодня вы привыли в Данбасс вчера вечером. Вот за это время, вчера, сегодня удалось с кем-то приговорить на данную тему? Да, конечно же. Как уже, наверное, сообщалось, в связи с нами в диалоге. Я встречался с командующим ООС в подконтрольных правительствах районов. Точно так же, как я и здесь предлагаю всем тем, кто хочет принять участие в подобном диалоге, на постоянной основе, я предлагаю встретиться и обсудить дальнейшие меры и дальнейшие шаги, которые необходимы, чтобы привнести спокойствие. И я также хочу вам сообщить, что я прошел сегодня фильтрованную станцию, и я был в Камьянка, на стороне правительственной станции, и в Ясиновата, но я тоже хотел бы упомянуть о том, что я сегодня проезжал мимо фильтрованной станции, был в Камьянке, которая положена под контролем правительству районов, а после этого я прибыла на желудочно-осторожный вокзал в Ясиновата, и за этот период ситуация была спокойной. Ну, вы, может быть, скажете, что как только вы приезжаете, сразу же стороны выполняют достигнутые договоренности. Но это не из-за того, что мы там были. Это из-за того, что они в состоянии контролировать свои позиции и в состоянии контролировать свои формирования. Так что вы должны сосредоточить ваше внимание и усилия на сторонах, и говорить, что они должны выполнять достигнутые договоренности. И это будет, наверное, моим простым ответом на ваш вопрос. Спасибо. Аисиш, вопрос? У нас немного другая тема, но еще очень важная тема. В 2017, университетов были ремейны от МХ-17. И некоторые из них были ремейны от семи пассажиров, от least семи пассажиров, от least семи пассажиров, от МХ-17 пассажиров. И я бы хотел, как и ОСЕ, потому что они помогли, что они помогли заставить перевозку к Недерландским авторитетям. Есть ли какие планы для ОСЕ, чтобы помогли заставить новую, правильную опросу на МХ-17 пассажиров, для того, чтобы привести все остальные ремейны обратно домой? Я не могу спекуляться на исследованиях, которые кто-то получил, но эта специальная миссия находится доступна для того, чтобы выполнить все работы, которые должны быть сделаны, и должны быть сделаны, для того, чтобы любые исследования были интересны. Вопрос был по другой немножко теме. Остался авиакатастрофы 2017 года, рейс МХ-17, где было найдено много останков человеческих. Некоторые из них, по утверждениям, принадлежали семи пассажирами. Как раз ОСЕ знала об этой ситуации и была привлечена к содействию передачи этих останков голландским соответствующим органам. И вопрос заключался в том, будет ли ОСЕ принимать или содействовать новой волне поиска останков, для того, чтобы в полном объеме их вернуть назад. И ответ последовал, что мы не занимаемся домыслом, не делаем предположения на основе результатов деятельности чьих-то. Миссия всегда готова оказывать содействие в работе. Если такая работа будет необходима, если на то будет желание соответствующих сроков. Спасибо. А есть еще вопросы? Вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.